Когда состоится открытие перинатального центра? Этот вопрос волнует многих, поэтому за ходом строительства пристально следят и в правительстве региона, и в администрации района. Зампред правительства Московской области Герман Елянюшкин темпы работы ценил высоко. Сейчас на объекте ведется монтаж необходимого медицинского оборудования. В процессе возникает ряд рабочих вопросов, однако они никак не отразятся на сроках введения объекта, заверил чиновник. Готовность очень высокая, более 90%, работает 650 человек. Сейчас основные работы сосредоточены на монтаже высокотехнологичного медицинского оборудования. Сроки будут выдержаны, объект будет введен в эксплуатацию, проведены пусконаладочные работы и примет первых рожениц в 2017 году. В отличие от обычного роддома, центр будет обеспечен усиленной реанимацией, возможностью выхаживать недоношенных детей весом от 500 граммов и помогать беременным женщинам с патологиями. После сдачи в эксплуатацию центр будет рассчитан на 150 мест стационария, а женская консультация сможет принять до 250 посетительниц в день. Я жду, как манну небесную, открытия этого перинатального центра, потому что понимаю, что только отрождаемость в Щелковском муниципальном районе зависит его будущее и экономика, и демография, и вообще многие вещи, на которые внимание нормальный человек должен обращать. Учреждением здравоохранения была посвящена большая часть выездного совещания Алексея Валова на контроле, ремонт поликлиник и больниц в Щелковском районе. В настоящее время работы ведутся в 12 учреждениях. В части из них, в районных больницах номер 1 и 2, а также в поликлинике номер 3 в микрорайоне Чкаловский, работы ведет компания КРАД. Компания ведет капитальный ремонт входных групп, согласно Брендбука. На первой больнице процент выполнения порядка 60, поликлиника на Чкаловском. Порядка 90% работы уже завершены. На второй больнице мы завершаем работы тоже по входной группе. Ремонт объектов начался в разное время. Где-то он затянулся из-за финансовых сложностей организации. Однако, по словам генерального директора компании, завершить работу в рамках первоначальной сметы планируется единовременно, до 15 декабря. На функционирование медучреждения это повлиять не должно. Близится к завершению ремонт станции скорой помощи в Щелкове. Часть помещений для работы врачей уже готовы. Ведется ремонт в гараже. Полностью внутреннюю отделку планируется завершить уже в этом году, а на следующие перенесено благоустройство. Ремонт ведется компанией Рековери параллельно с работой скорой помощи. Мы видим, что качество работы очень высокое и скорость работы достаточная. А по другим, из-за финансирования немножко были сбои. А так, тем не менее, мы плохой качество не пропустим. На этот раз порадовали Алексея Валова и темпы работ в детском саду в Первом советском переулке. Увеличилось количество рабочих. И в завершении на Первомайскую 25 жители этого и соседних домов жаловались на низкую температуру в квартирах. Управляющая компания и тепловая инспекция не смогли решить проблему самостоятельно. Вчера у нас была комиссия СДЗ. Приезжали два инженера, замеряли у нас температуру воздуха. Температура воздуха была 15 градусов, при норме 18. То есть вы понимаете, что это совершенно отопление никудышное. Сиркуляции недостаточно. Дома старые. Соответственно, надо увеличить температуру. Тогда будет нормально все. Если это не произойдет, значит выбросим все шайбы. Понимая, что гидравлика не работает, выбросим все шайбы напрямую. С заключением конечного дома, который дополнительно профинансируем отопление, я имею в виду электрообогреватели, по-другому, я в ситуации выхода не вижу. На решение вопроса Алексей Валов отвел три дня. Он подчеркнул, что красивые графики и предложения по устранению проблемы его не устроят. Важен только результат. Тепло в домах жителей.